Седьмой турбор, семнадцатая задача. Улицы города идут в трёх направлениях, разбивая его на кварталы, равные между соборами на сторонние треугольники. Плоскость разбита на сторонние треугольники. Правила уличного движения таковы, что через перекрёсток можно проехать либо прямо, либо повернув на 120 градусов. То есть, например, раз вот у меня этот перекрёсток, то можно ехать или в этом направлении, или вот сюда. Понятно, да? Сейчас, ещё раз. Смотри, у нас, допустим, какой-то автомобиль движется отсюда. Он может поехать или сюда, или повернуть на 120 градусов. То есть, или по этой дороге. Поворот на 60 градусов запрещен? Да. И поворот налево запрещен? Нет, написано, либо повернув на 120 градусов влево или вправо в ближайшую улицу. То есть, или он... Ну да, да, понятно. То есть, поворот на 120 градусов. Или не поворачиваешь, или поворачиваешь на 120 градусов. Правильно? Да. Дальше. Дальше. Поворачивать разрешается только на перекрёстках. Две машины выехали друг за другом из одной точки, в одном направлении, и едут с одинаковой скоростью, придерживаясь этих правил. Может ли случиться, что через некоторое время они на какой-то улице, не на перекрёстке, встретятся? Встретиться не на перекрёстке, это означает, что они столкнутся. На какой-то, да. То есть, они должны ехать... Будут ехать на встречу друг другу. На встречу друг другу, да. Ну, я уверен, что этого не бывает. Да. Просто уверен. Ну, тогда раскрасим каждую вершину в один из трёх цветов. Ну, например, красный, синий... Нет, Настя, пожалуйста, нарисуйте побольше решётку и проставьте эти цвета. Ну, здесь, наверное, просто быстрее показать, как эти цвета стоят, чем философствовать о принципах раскраски. Нормально. Поставьте буквы. К, С... Ещё какой ответ будет? З. К, С и З. Да. Недостаточно. Поставьте все. Так, я правильно понимаю, что у любого треугольника все три вершины разного цвета? Да. Всё. А, ну, тогда, собственно, видно, как-то на всю плоскость будет продолжаться, да? Да. Ну, тогда они бы ехали из одной точки. Любая машина может попасть... Может следовать в последующем пути. То есть, из красной можно попасть в синюю, из синей можно попасть... Не можно, а нужно. Нужно попасть в синюю. И не надо списать два раза. Потому что из синей дальше стоит стрелочка в зелёный. В зелёный. И из зелёной в красный. Ну, так как... Отлично. К, с, з, к, с, з, к, с, з, к, с, з, к, с, з. Дальше. И тогда получается так, чтобы у нас машины столкнулись на каком-то изрёбе, то одна должна ехать по правилу, а другая против. Но они еют по правилу. То есть, а какая-то... С обязательно едем к зе. А не бывает, что от зе к с. Молодец. Отличная задача. Вообще, на раскраске есть много симпатичных задач. По-моему, это очень хорошее.